С мелких краж перешел на крупные и снова попал в поле зрения полиции. Молодой человек с начала этого года три раза выносил из магазина продукты мимо кассы. Сначала украл на 1200 рублей, потом на 1500. Воровал в основном кофе и шоколад. И последнее хищение установлено было 3 марта из магазина продовольствовых товаров на Куйбышево. То есть это там же, где совершена и первая кража. Когда был похищен товар на сумму около 3500 рублей, здесь тоже такой смешной товар, это 10 коробок конфет. Но встал на путь воровства молодой человек гораздо раньше. Уносить продукты с полок магазинов он начал в декабре. Но тогда суммы похищенного были менее 1000 рублей и не дотягивали до уголовной ответственности. Пока одни нарушают закон, другие проявляют удивительные примеры бдительности и неравнодушия. Так, чтобы пресечь кражу денег, Саровчанин вызвал полицию к банкомату на улице Московской. Он заметил, что пенсионерка переводит кому-то крупную сумму наличных. Подъехали сотрудники полиции. Начали также расспрашивать ее, для чего она это делает, куда переводит. И вот, ну, как бы, можно сказать, что они немного опоздали, потому что она уже перевела денежные средства в сумме 70 тысяч рублей. Потом ее остановили. Она уже объяснила, что произошло. Только после разговоров она поняла, что это мошенничество. Схема обмана все та же. Позвонили якобы из службы безопасности банка. Сказали, что кто-то пытается похитить деньги с карты. Поэтому средства нужно перевести на резервный счет. 70-летняя Саровчанка поверила аферистам, отправилась к банкомату и, не обращая внимания на предостережение стоявшего в очереди мужчины, перевела деньги. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24.